Здарова, с тобой Гар. Буквально на днях вышел трейлер седьмого сезона Battlefield 2042.перелома и через несколько дней он уже стартует. Соответственно, меня завалили вопросами и также во всех сообществах я вижу этот вопрос где пасхалка, когда будет и тому подобное. А вопрос логичный, так когда и всегда за две недели до выхода сезона активировали контентную пасхалку. Но судя по всему, не в этот раз. Однако, я все же решил собрать всю имеющуюся информацию на данный момент по пасхалке и мне в принципе есть что рассказать. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как думаете, дайс забили на пасхалку или тупо забыли ее активировать. Интересно будет почитать. Итак, пойдем разбираться. Изначально в кодексе появилась новая запись зашифрованного сообщения. Если прогнать ее через нигилистический шифр, мы получим передачу Валькирии призраку. «Призрак, меня зовут Валькирия, мы встречались раньше и скоро встретимся снова». Далее на четырех картах мы можем найти радио, которые поочередно воспроизводят передачи. Первая из них на засекречено. На точке Б1 при активации выдает нам такие сообщения. Празднуя пятую годовщину Дня Возвращения, мне напомнили о прогрессе, которого достиг на Маквелэнд. И о его миссии поприветствовать тех, кто ищет новый дом. Битва за создание этой великой нации была борьбой за нашу собственную свободу. Естественное право, ради которого Америка вела войну, чтобы лишить нас этого. Они потерпели неудачу, опозоренные в том, что теперь мы обладаем властью, которой они злоупотребляли. Что касается слухов о том, что мы сотрудничаем с темным рынком в этой миссии, я прошу только, чтобы мы судили людей по их действиям сейчас, а не по их прошлым ошибкам. Я знаю об обеспокоенности Совета Директоров по поводу неудачного инцидента в лаборатории Борея, но могу заверить вас, что этот вопрос урегулирован. Подразделения BCS восстановили контроль над объектом и проводятся операции по зачистке. Любая связь с Архангелом будет полностью уничтожена. ОСА. Она не представляет угрозы для наших операций. Отряд Вознесения поместил актив в камеру с ограниченным доступом, где она подвергается инвазивному перепрограммированию. Все операции будут продолжаться штатно. Следующая карта открытия. Рядом с точкой C1. Здесь мы можем услышать такие сообщения. Ты прошел. Это хорошо. Подрезать Архангелу крылья это только первый шаг. Приготовься пролить свет на правду. Параллельно с этим в кодексе появляется новая запись, дублирующая эту передачу. Тревожные новости стали известны из лаборатории на шотландских гибридах, где находились американские и восточные войска. Хотя не все сообщения в настоящее время проверены, несколько свидетелей заявили, что обнаружили доказательства экспериментов на людях при исследовании искусственного интеллекта и жестоких казней. Архангел категорически отрицает, что знает какой-либо незаконной деятельности, проводимой Бореем, и начал внутреннее расследование по этому поводу. Далее идет карта на острие. Здесь, между точкой C1 и C2, в бункере находится еще одно радио, которое вещает нам новые сообщения. Я Валькирия. Приятно снова услышать вас. Расшифровка моего сигнала была первым шагом. Поверьте мне, когда я говорю, что это вопрос жизни и смерти, мы нужны друг другу. Поэтому, если вы слушаете, будьте готовы к тому, что будет дальше. Так же, как и в предыдущем случае, в кодексе появляется дублирующее сообщение «Запись». Наше расследование о пропавших неприкаянных раскрывает правду, более шокирующую, чем я мог себе представить. После получения сообщения от человека, называющего себя 8838, я могу подтвердить, секретная лаборатория Бореи похищала неприкаянных и держала их в плену для жестоких экспериментов. В то время как травма лишила 8838 всей памяти, мы считаем, что ее зовут Лейла Зекал. Благодаря ей у нас теперь есть шанс вернуть всех домой. Что касается Архангела, я надеюсь, что ради них будет проведено расследование, доказывающее, что Борей действовал независимо. Захваты пытки неприкаянных в лаборатории Бореи были чудовищным преступлением против человечности. Я в ужасе от действий Эрика Нильсона и капитана Кэмпбелла, которые санкционировали и участвовали в этих злодеяниях. Соответствующие органы заручаются моим полным сотрудничеством, чтобы все виновные были быстро привлечены к ответственности. Никакие извинения не исправят произошедшую невыразимую трагедию. Но я клянусь в этом. Учитывая прогресс, достигнутый в нашей программе синтетических солдат, мы скоро спасем жизни многих неприкаянных повсюду, заменяя их на поле боя. Последняя карта с радиопередачи это Намели. Находится она на точке А1 под металлическим навесом. Слушаем записи. Уже шестой месяц подряд глобальный экономический рост превышает все ожидания. И это ускорение объясняется восстановлением окружающей среды, возглавляемым проектом спутника «Серебряное копье», которым сейчас руководят ученые Архангела в Чили, воспользовавшись увеличением количества осадков. Их подземные запасы вселяют надежды на восстановление регулярного доступа к воде в регионе. Архангелу удалось стереть всю кровь, борея со своих рук. Не то чтобы я удивилась, но мы с вами знаем, что все это связано с экспериментами над неприкаянными. Блэкберн финансирует программу от начала и до конца. Но я еще не поняла, к чему это приведет. Вот тут-то все и начинается. Несколько военных диктаторов, вышедших из недавней борьбы в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке, объявили о создании Альянса. Эта группа называет себя Коалицией Тысячи Лепестков. Коалиция расширила помощь восточным силам, оставив на задний план американское доминирование, срушившейся репутацией и ростом независимого движения неприкаянных. Соединенные Штаты теперь оказались в меньшинстве на мировой арене. Последствия этого еще предстоит увидеть. Возможно, это просто голос для вас, но организация, за которую я отвечаю, слышала шепот. Мы следуем за мертвыми каждый раз, когда появляется новое поколение, новая война. Кто-то передает факел, чтобы убедиться, что мир не превратился в раскаленную до бела горячую точку. Блэкберн знает, что он держит палец на кнопке, и мы должны остановить его любой ценой. Вот такая пасхалка в этот раз. В целом она более нарративная, чем обычно, однако все-таки хотелось бы какую-нибудь награду за это. Хотя лично для меня будет награда, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк под этим видео. Ну а я обязательно вас просвещу, если DICE все-таки своизволит ее активировать как надо. Также скоро, по традиции, будет ролик про лор и сюжет седьмого сезона. Спасибо за просмотр, с вами был Гар, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok